добрый день сегодня снимаем такую небольшую замену будем менять вискомуфту сейчас расскажу почему получается у нас 22 декабря на улице минус 23 холодно у нас и grandstar x 2008 года турбодизель 2 с половиной литра d4 cb эта машина была у нас две недели назад может побольше может 20 назад восстанавливали резьбу под форсунками здесь вот видно мы меняли новые болты ставили два вертыши на каких-то цилиндрах выбил эту форсунку здесь что-то там не работало троилось короче стучало сделали то поставили отфрезеровали колодцы поставить новые форсунки и машину забрали уехали люди в город краснодар приблизительно 20 дней назад сегодня в мороз минус 23 где-то примерно в обед заявляется данный автомобиль заявляется с хозяином хозяин бросает печка весь замерзший задупший бросает машину убегает и говорит печка не работает вот здесь вот на стекле то есть он ехал в дороге очень сильно замерз печка не дуло здесь на стекле с внутренней стороны были такие следы царапки прям что он то есть царапал прям стекло то есть во льду было он пытался как-то доехать даже смотрите он говорит где-то порвал там какую-то футболку вот она натянул ее чтобы ну спасался всеми способами лишь бы доехать вот виска муфта будем ставить не оригинальную какая-то китайская виска муфта вот она принцип работ у нас термо муфта виска муфта кто как называет принцип работы то есть она у нас температурная то есть заводим работает на холодную допустим двигатель вращается 700 оборотов вентилятор вместе с муфтой вращается допустим 200 300 как только температура охлаждающей жидкости повышается в основном радиаторе то есть за счет температуры идет сцепление то есть чем больше нагревается движок у нас тем сильнее она идет зацепление понять что на данный момент то есть его рассказ он говорит чем больше я даю газу тем них холоднее температура по его словам упала до 60 то есть 60 и больше не греется машина никак дай тряпочку берем потом сейчас лайфхак точно и если замерзли вот такой такой лайфхак а смотрите первый легкий признак первый признак заклинивший вискомуфты она заклинила у нас вот оно смотрите вот оно вроде вращается фона даже вроде визуально кан说 сто fret какая-то китайская не понятненьше снимем ее вот она вращается но первый признак заклинившим вискомуфтЫ когда мы вас за ведем мы будем давать газу будет стоять такой ужасный бой и нехорош то есть слышали вот этого гула ужасного то есть не должно быть то есть говорит о том что она вращается слишком быстро чем нужно так лайфхак это сейчас уберем для тех кто в дороге можете даже использовать что-нибудь более более качественное такое вот человек свернулся опять же с краснодара сегодня машина вся с трассы вся в грязи вот все с двигателем все прекрасно его все устраивает и полностью ремонт но очень сильно замерз также мы заменили пробочку но это пока бросили у нас есть также намеки на основной радиатор печки охлаждающая жидкость есть помпу прошлый раз опрессовочку делали проверяли все хорошо то есть везде все отлично никаких утечек воздуха ничего нету снимаем воздухозаборник мы будем снимать частично нам нужно диффузор состоит из трех частей 2 2 части верхних и одна часть нижней на дороге было очень холодно да меня самое больше удивило скорость его от бытия и любите от нас он просто бросил ключи вот так дрожащими руками и убежал примерно вот в таком виде у нас зашел сегодня этот гранд старт вот примерно вот так же он выглядел здесь у нас по фигурную отверстку отсюда должно быть два винта два отсюда и один шестерочка но у нас тут немножко уже недобор слушай игорен это постоянно с камерой теперь трешься ты хочешь стать звездой да а я думаю чё ты трешься постоянно со мной поставьте ему пару лайков там чтобы он зазвездился до часто стал тереться со мной тут я думаю чуть со звездой вот она одна из частей диффузора сняли теперь нам надо но он туда смотрим вот здесь у нас четыре болтика сейчас будем сорвем 2 потом ослабим ремень провернем еще два ослабим а потом снимем ремень а надо будет ты знаешь и вообще я хотел всегда разобрать ее раскрутить и показать принцип вообще как она на самом деле то есть работ хорошо тогда я свободное время ее распилю и мы все покажем что там нагревается что цепляется я думаю будет интересно ты думаешь если термопасту заменить на виски то получится что-то тогда будь точно виска муфта риск один болт не это она да она должна по идее подавать пары при определенной температуре то есть да нет не в систему охлаждения с тему обогрена пусть будет дата обеспечить виски виски дышал на один болтик попался какой-то тут нехороший кто-то или там резьба плохая не понимаешь что вот как за закон подлости да 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 а вот все открутился один болтик кто-то когда-то я не знаю может сорвала резьбу или что-то там ну по-любому и он и разоменим я не тут не думаю что проблема там в помпе посадочным разберемся вот виктор наш мастер мастер цеха вот он у нас тоже звезда да тут вообще все все звездные люди звездный водитель звездный мастер звезды у нас есть михаил саныч он он отправляет людей к звездам о моде in japan на самом деле на самом деле не похоже на ну что мы хотим поставить ну как-то она не этот но немножко да она не родная его она не так выглядит сейчас я принесу оригинальную бабушную покажу как выглядит о как о как пор она у джимбиш на то есть это производит ее джимби и водки хунда и значок то есть выглядит она у нас вот так тут как она будет залезать то что-то засунули бабу дело в том что у японцев у дизелей у них немножко по-другому работает то есть охлаждение это немножко неправильно то есть но на самом деле то есть на самом деле то есть клиент сказал что туда он поехал не все работало прекрасно то есть и я сам когда делал то есть давал здесь газу и туда-сюда то есть я ничего подобного не слышал вот и где-то она в дороге там начала клиент ну-ка звездный водитель так следующий еще бывают путают вентилятор в другую сторону я сталкивался таким что пришел не гранд старакс океа соренто и у нее жалобы были что она греется а у нее вентилятор стоял вверх ногами вот тогда по вискому ухте какой бы вы не не поставили новую китайскую оригинальную японскую первые первые когда вы будете давать газу первые два три пять раз эта жидкость должна немножко разогнаться то есть так как она лежала она на там застоялась и первые разы будете сдавать тот же самый морская шум там но после там 3 4 раза все исчезнет и мы будем давать газу и слышать только двигатель здесь надо открутить болты и вот здесь еще раз расклинить я разбирал как-то давным-давно мне тоже было интересно я решил постичь технологию данного агрегата так вот сейчас на очень туго крутится у нас то есть чем больше я буду крутить тем будет она медленнее и уже свободнее крутится и вот смотрите все то есть вот так она будет свободным у нас вращаться и как только она возьмет температуру воздуха нагреется на моечку она придет вот в это состояние а в тугое так вот она на месте вот она крутится у нас чем быстрее мы вращаем тем свободнее то сейчас еще усилие я будем крутить 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 и она начнет свободно вращаться вот все пошла болтики затянул болтики рассмотрите не нужно вставлять никаких отверток ничего вот смотрите ключик бах засовываем и чтобы прокручивалась вот так все этого достаточно то есть не нужно вставлять там отвертки зажимать вот этого достаточно вот три и четыре все то есть этого достаточно затяну потому что вставляю туда отвертку что-то фиксирует перетягивает и получается все не хорошо давайте не будем вас томить сборка этой все туда-сюда себя вот поставили и будем пробовать сразу я поставлю уже без вас а мы кстати поставим ее греть потом потому что дальше будем диагностировать что по отопителю 4 ну и вот 5 6 раз то есть уже ушел звук то есть все получилось только лишь пятого раза бывает со второго не знаю может быть там булочники ставим может быть оригинальный просто оригинальная за и дорого стоит и не каждый пытается купить там новую вот ну у нас допустим работы стала этого раза все сейчас прикрутим остатки диффузора будем греть давление вот уже системе шланг стал жесткий давление системе есть будем греть смотреть что по поводу основного радиатора напомню что сейчас ажиотаж как на kia sorrento bl это со второго по 11 год на гранд стараксов допустим опять же ну девушты еще не приезжали не урбаны а вот и европятые уже даже с 12 по 16 год все приезжают радиатор сразу люди приезжают и говорят печка не дует если у нас прикладываем руку допустим вот сюда на контур и здесь допустим нас тепленький а с той стороны холодный говорит о том что радиатор забит то есть в любом случае радиатор забит не забит температуру охлаждающей жидкости и датчик должен показывать с рабочей температур но так вискомуфта была неисправность заклинившая он не показывал то есть было 60 65 градусов поэтому замерзла машина полностью ты сам приехал прям вся во льду было там все замерзши салют так ну все в принципе заканчиваем как бы если что-то у вас происходит то есть что-то непонятно как как он вообще все это сделать подъезжаете то есть у нас уже комплекс то есть уже такой комплексный подход к данной то есть мы можем вам точно сказать либо через две минуты либо допустим через минут 15-20 то есть иногда приходится сделать опрессовочку с темы она может показать какую-то утечку только лишь после устранения этой утечки мы можем сделать полный то есть уже полную диагностику и точно сказать что это радиатор этой задней передней бывает что идет подсос воздуха через насос водяной через радиатор который лопается очень интересная вещь когда лопается основной радиатор салоне и начинает течь антифриз я покажу очень часто уже не первый был случай когда мы замечали антифриз капает вот отсюда из порога то есть он там как-то стекает вниз протекает и когда мы делаем опрессовку он капает вот здесь из порога вот сюда то есть как это там происходит непонятно то есть где-то там есть какое-то отверстие какой-то шлюз он протекает там по кузову и начинает капать так ну и я думаю все на этом закончим по заднему радиатору также то есть часто забивается задняя печка может не работать даже от того что у вас пробочка либо не держит давление либо допустим стоит 09 пробка должна быть расширительного не расширительного радиатора желательно должна быть оригинальная и с давлением 1 1 то есть 0909 хватает только для этой печки давление для заднего контура не хватает то есть обязательно 11 ну все всем спасибо закончили надеюсь кто-то из вас заедет увидит видео мы и уже более тщательно и подробно с вами обсудим всего доброго у меня